В субботу была преминарная церковь, а наша речка католическим календаром, а религарскими, как раз идти за фабритские пасхи, а их привязано до луны. Первая церковь суббота была преминарная церковь суббота. Не так. Самый пункт был еще в этом календаре, который был власти, так докладно выкладывались в эти 10 календаря. Но мы с тем, что мы стали ясно. Великий день свято-радостный, весновый. Как пройшли урочистости? За какими словами вы свертались это наверняка в субботу? Конечно, это великое радостное святое. Попорше оно для нас каштовное, что в этой ситуации в нашем свете. У нас в Украине это святое, которое несет надею, несет радость, несет с упокой. И перемога Христа над злом над грехомным, что перешкажает жизнь человеку, да? Дает нам надеять, дает нам почувствовать выполненности, что в этом свете еще таки махчима перемога добра. И как люди, которые шукают в этом свете того, что можно дать им с упокой, дать выполненность в завтрашнем дне, то вера в Иисуса Христа, у вас косы, которые присутствуют для нас, она является таким фундаментом. Тому это святое, конечно, и люди, не глядячи на складанную ситуацию с эпидемиологией, и тем меньше знаходят час махчимасть, как в этой реке дайменицы декрануться, и пережить, как ее неким джином принять свое життя. Тому люди с плодыцей великой натхнением и радостью, они удельничают в этом свете, и тому это дает людям такие внутренние стрижения, которые помогают в этом свете вытравить, пережить и просто оставаться, оставаться другим человеком. Те деничники обнажевали у костюля Восик, или мелодичные, как час свято, может быть там на улице было нечто организовано, темного было людей? Ну, вообще, дайте понять шматликости, оно очень двузначное, потому что, конечно, изменение безопасности, и тому у нас деничники, так как и в Порусе Пауксюдне, это меры герасциологи, мы используем масками, перво-важно, хоть не сапсиодой, сроки гигиены, дезинфекции, но это не перешкаржает, не перешкаржает людям брать в делу в этих наваженствах. И тому люди, конечно, это не безопасно, и мы понимаем, что это и сродки, и красавицы, и мы сродки, и уделим жить у Боженства. Мы с вами замечательным праздником, самым светлым, самым добрым, с ожидаемым не всегда праздником. Ну и, конечно, мы с вами слова благодарности, то, что сегодня в наших костелах идет молитва о мире и согласии в нашем общем доме в Беларуси, то, что молятся, чтобы прошла вот эта эпидемия, эпидемия коронавируса, то, что люди приходят действительно в храмы, чтобы получить надежду, веру, любовь, и они ее получают. И мне кажется, это самое важное. Наверное, для этого и существует вера, для того, чтобы люди шли получить от нее все вот то, что они сегодня ждут в такие вот тягостные и непростые минуты, которые сегодня у нас происходят. Мне кажется, вот это было сегодня самое важное, это высказать, еще раз поблагодарить нашего бискупа за то, что сегодня и католический костел продолжает эту работу. Слушайте, вот это уже очень интересная традиция. Самый удивительный. Первый раз такое высказание. Сколько уже хотелось и... Так, ну что? А где Сергей, будешь попиться? Красивый просметский снизу.